Совсем недавно наша съемочная группа разбиралась с ситуацией на российских железных дорогах. Напомним, поступила жалоба, что пассажиров не информируют об опозданиях пригородных поездов, и люди узнают об этом прямо во время поездки. Причину остановки также не называют. Планы резко нарушаются, а деньги за билет возможно вернуть только если поезд задержался более чем на час. К нам в редакцию продолжают поступать жалобы на организацию пассажирских перевозок РЖД по маршруту Москва-Отверь. 17 октября Ангелина Костыгина пыталась уехать из Твери до станции Клин на пригородном поезде категории «Комфорт». Потратив деньги на такси, чтобы успеть на этот злополучный поезд, Ангелина направилась прямиком в кассу. Я уезжала из города Тверь на электричке 1826. Но в кассе, когда я брала билет, мне сказали, что данная электричка идет только до станции Решетникова. А мне нужно было попасть в Клин. Хотя в официальном расписании было изначально написано, что идет электричка до Клина. В кассе пояснили, что вы доезжаете до Решетникова, а дальше едете своим ходом. А своим ходом от станции Решетникова до Клина добираться около часа, если повезет с транспортом. Но в эти подробности сотрудник РЖД явно не вдавался. А каким бы сюрпризом этот факт оказался для пассажиров, которые покупали билеты онлайн или в терминале. Не пообщавшись с работником РЖД, они бы не узнали об изменениях в маршруте и спокойно сели на электричку. Или им же все же удалось доехать до нужной станции. В расписании, размещенном на сайте, указано, что электричка все же прибыла в 19.26 по московскому времени на станцию Клин. Так кто же лжет? Сайт или сотрудник РЖД? К сожалению, таких сведений уже нет. Я могу вам либо на день сегодня, либо на будущее сказать. Можете обратиться в кассу перевозчика. Однозначная информация о движении поезда номер 6749 от сотрудников горячей линии мы так и не получили. Поэтому отправили запрос на официальный сайт Московской Тверской пригородной пассажирской компании. Оперативного ответа от компании РЖД не последовало. И вопрос остается открытым. Кому же все же можно доверять? Работникам кассы, которые руководствуются бумажным расписанием? Или графикам следования поездов, размещенным на сайте?